И вот она, главная цель нашей поездки в Иорданию. От туристического центра, где 7 утра еще можно близко подойти к арте, начинается вход в знаменитую Петру. Вначале дорога ведет строго вниз, и не стоит забавлять темп до цистерн джинов. Дуинское название огромных камней, которые на самом деле для хранения воды никогда не использовались, относится к первым из гробниц Петры, встречающимся на пути. Кто верхом, а кто в повозке, поток туристов с каждой минутой усиливается. Выигрывать те, кто входит в город с первыми лучами солнца. Есть возможность сфотографироваться на фоне достопримечательностей, а не массы туристов, которые приезжают в Петру из разных городов королевства, а к обеду подтягиваются и группы из других стран. Так что не стоит терять время в начале пути и пытаться впитать все факты из жизни набатейских племен, обитавших здесь несколько тысячелетий назад. Справа от входа в ущелье высеченный в камне тоннель, предназначенный для отвода воды от дороги. Набатейцы были умелыми каменотесами, поэтому и обосновались они в труднодоступных скальных местах. Волшебный миг входа в ущелье и фрагмент авки над головой, указывающий, что когда-то ход город Набатиев был эффектным и величественным. Ущелье, по-бедуински называемое Сик, протянулось до сокровищницы на 1200 метров. По сути небольшое расстояние в лабиринте громадных скал кажется бесконечным. В древности по секу текли воды Вадимуса. Устройство дамбы и системы каналов отвели его до от ущелья. Один из каналов был проложен в длинном глиняном трубопроводе, спрятанном справа в каменной стене. И старое каменное покрытие дороги сохранилось здесь со времен Набатиев. Ему более двух с половиной тысяч лет. Лошади, проносящиеся мимо, слышны издали. Но их не видно и сложно предугадать, когда полоска выскочит из-за угла. Но это только утром. Днем лошадки уже протискиваются в толпе туристов. Скалы раступились еще в доисторические времена в результате мощного землетрясения. Отшлифованные временем стены Сика вертикально устремляются вверх, набирая высоту до 80 метров. Случается, что переходы в горных ущельях гнетут. Возможно, это связано с горными породами и химической структурой. Разноцветный песчаник скал Петры похож на декорации театра, где с каждым шагом, благодаря игре света и тени, забавам солнечных бликов, попадающих в узкое и глубокое ущелье, возникают удивительные картины. В разное время дня камень кажется то розовым, то красным, кто играет чистым золотом. Петра располагалась на перекрестке двух важнейших торговых путей. Караваны, навьюченные драгоценными пряностями, неделями шли по суровой Аравийской пустыне, пока они не достигали прохлады узкого каньона Сик. Он вел долгожданную Петру, где путешественники находили пищу, кров и прохладную живительную воду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ущелье сохранило мастерство древних каменотесов и внимательно разглядывая камни, можно увидеть здесь много интересных фигур. Сик неожиданно обрывается потоком розового света. Это сокровищница Аль-Хазне, первая из многочисленных чудес Петры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова